СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ О НОРМЕ НАШЕЙ СВАМИ ЖИЗНИ Но ясно и недвусмысленно повелевает нам работать И тем самым обеспечивать самих себя своим трудом Не только самих себя, но также тех, кто нетрудоспособен Тех, кто не может обеспечить трудом самих себя Единственное исключение из этого правила общего Это люди, которые имеют право жить на пожертвование Это служители Евангелия, полностью отдающие себя служению И потому не имеющие возможности обеспечить себя обычным трудом Это не значит, что Бог не может снова умножить хлеба и рыбки Как это делал Ешуа в Евангелиях Конечно же, Он может, и мы в это верим Но нам нигде в Писании не заповедано Иметь такие чудеса в своей жизни каждый день То есть не предполагается, что эти чудеса будут нормой нашей жизни Вместо этого, вместо того, чтобы уповать на такие чудеса Мы просим Бога в молитве, чтобы Он сделал то, что Он пообещал сделать Чтобы Он благословил нас в делах наших рук Он дал совершенно ясное обещание сделать именно это Поэтому, когда мы даем пожертвование, когда мы опускаем денежку в корзину Мы не должны иметь неправильных ожиданий То есть мы не должны ожидать, что мы, посеяв рубль Пожнем каким-то сверхъестественным образом 30, 60 или 100 рублей В зависимости от нашей веры Притча о сеятеле, в которой мы встречаем эти 30, 60 и 100 крат Если мы читаем ее с вами Она говорит там не о деньгах Она говорит о слове Слово Божие В этой притче, как толкует ее сам дешево Можете прочитать об этом, например, в 4 главе Евангелия от Марка Он говорит Семя есть слово Так что для ожиданий жатвы в 30, 60 и 100 крат финансовой жатвы В Писании нет никаких оснований Но в таком случае зададим вопрос А какие же мотивы нам с вами нужно иметь в нашем даянии? Может быть мы должны давать для того, чтобы Бог продолжал обеспечивать нас Если уж не сверхъестественным образом, так хотя бы естественным Чтобы он продолжал давать нам работу и так далее Для этой идеи я, честно говоря, тоже не нахожу подтверждения в Писании А вот что там да написано Так это то, что Бог, он мой Отец Небесный И что уж если я заботюсь о своих детях Как бы они не шалили То тем более он позаботится о нас с вами Хотя мы и не идеальные дети Но тем не менее мы его дети А он наш Отец В Писании также черным по белому написано, что он наш пастырь И поэтому, именно поэтому Мы ни в чем не будем нуждаться Таким образом, его забота и обеспечение Проистекают из его собственной доброты Из его собственной любви Из его собственной верности Нам и нашим отношениям с ним А не из наших дел веры Смотрите на это вот с какой стороны Вам случалось принимать иногда от верующих Те или иные материальные благословения Например, кто-то безвозмездно помог вам деньгами Починил что-то, что у вас сломалось Или покрасил комнату, например, в вашей квартире Как бы вы чувствовали себя Если бы в ответ на ваше большое спасибо Человек сказал Это тебе спасибо Ведь теперь и меня Бог благословит Ведь ты такая хорошая почва Грех в тебя не посеять Я знаю, это очень смешанное чувство Ведь ты думаешь, что тебе просто человек сделал добро От чистого сердца, так сказать А тебя на самом деле использовали Конечно, не грубо А вот таким вот духовным, в кавычках, способом Со мной такое бывало Поэтому я знаю, о чем говорю И поэтому, когда мы кладем деньги В корзину На собрание общины Или когда мы делаем что-то для братьев и сестер Или когда мы делаем что-то для неверующих людей Мы не должны делать это ради личной выгоды Ради собственной корысти Наши пожертвования Как и все, что мы делаем Или все, что мы даем Они должны быть ради самого Господа А не ради нас самих Если мы что-то кладем в корзину Пусть это будет с любовью к Богу И к той общине, например Которую мы поддерживаем Нашими пожертвованиями Иначе эти деньги не угодны Богу Хотя общине, они, возможно, пригодятся Если мы делаем кому-то добро То пусть это будет продиктовано Любовью к этому человеку И больше ничем Но как же тогда в таком случае Понимать те стихи Писания Которые, казалось бы Дают нам совершенно ясные обетования жатвы Например, в послании к Галатам Шауль, апостол Павел Пишет Что посеет человек То и пожнет О какой же жатве тут идет речь Ну что ж, давайте разберемся Начнем с этого самого места В послании к Галатам Это глава шестая И вспомним основное правило Толкования Писания Читать текст в его контексте Стих о сеянии и жатве седьмой Давайте, соответственно, прочитаем стихи С шестого по десятый Наставляемый словом Делись всяким добром с наставляющей Не обманывайтесь Бог поругаем не бывает Что посеет человек То и пожнет Сеющий в плоть свою От плоти пожнет тление А сеющий в дух От духа пожнет жизнь вечную Делай добро, да не унываем Ибо в свое время пожнем Если не ослабеем Итак, доколе есть время Будем делать добро всем А наипаче своим поверь Шестой стих Велит нам поддерживать Служителей Слово материально И далее Павел предупреждает Что пренебрежение Этой заповедью Выйдет нам боком Как, впрочем, и пренебрежение Вообще Заповедями Божьими Не только этой Но как он разъясняет Он говорит Что посеет человек То и пожнет Сеющий в плоть свою От плоти пожнет тление А сеющий в дух От духа пожнет жизнь вечную В переводе Кузнецовой Это место звучит так Сеющий в угоду своей плотской природе Пожнет с нее гибель Сеющий для духа Пожнет от духа вечную жизнь Поскольку люди умирают все Без исключения Гибель О которой говорится здесь Как жатва Происходящая от плоти Это не физическая смерть А вечное разделение с Богом Это жатва тех людей Которые живут в угоду Своей плотской природе А те, кто поступают по духу В конце концов То есть, как он говорит В свое время В девятом стихе это написано Обретут жизнь вечную Таким образом, жизнь вечная Как мы здесь видим Это и дар Который мы получаем по благодати Уже сейчас Здесь И также Будущая жатва Нашего послушания Богу В том числе Послушания В даянии Конечно, тут может возникнуть вопрос Неужели спасение Не только через веру Но и через дела Ведь ты же говоришь Что жизнь вечная Это будущее жатва Нашего послушания Богу В том числе и в даянии Что если я делаю то Что меня Бог делать попросил Если я ему послушен То есть, я тем самым Сею в дух И, соответственно, потом Благодаря моему Сегодняшнему сеянию в дух Я потом пожну Жизнь вечную Получается, что жизнь вечная Которую я пожну потом Связана с тем Что я делаю сегодня Она связана с моими делами Да, это так И апостол Яков Давно уже ответил нам На этот вопрос в своем послании Он сказал, что вера без дел Мертва И истинная вера Обязательно проявляется в делах Но это уже отдельная тема Это другая тема Посмотрим еще одно место Писания Которое очень любят цитировать Учителя преуспевания Евангелие от Луки Шестая глава Тридцать восьмой стих Давайте И дастся вам Меру добрую Утрясенную Нагнетенную И переполненную Отсыплют вам В лона Ваши Опять-таки Чтобы правильно его понять Давайте прочитаем его В контексте Вначале Прочтем самый непосредственный Контекст этого стиха То есть Предыдущий Тридцать седьмой стих И вторую половину Стиха Тридцать восьмого Не судите Не судите И не будете судимы Не осуждайте И не будете осуждены Прощайте И прощены Будете Давайте И дастся вам Меру добрую Утрясенную Утрясенную Нагнетенную И переполненную Отсыплют вам В лона Ваше Ибо Какую меру Мерите Такой же Отмерится И вам Что мы здесь видим Мы видим здесь Две вещи Во-первых Ишуа не говорит Давайте деньги Он просто говорит Давайте Не ограничивая Это повеление Одними лишь Деньгами То есть Деньги не должны быть Единственным Что мы даем Мы должны быть Даятелями в принципе Во-вторых Читая эти слова Вместе с теми Которые идут До них И после Мы видим Какова главная Мысль Ишуа Он говорит Что своим отношением К людям Мы в какой-то степени Определяем Как Бог Будет Относиться К нам Самим Будем прощать Людей Бог простит Нас Будем Милостивы К людям Бог Будет Милостив К нам Будем Щедры К людям Бог Будет Щедр К нам Теперь давайте Посмотрим Слова Еще В более Широком Контексте Прочитаем Стихи С 27 Но вам Слушающим Говорю Любите Врагов Ваших Благотворите Ненавидящим Вас Благословляйте Проклинающих Вас И молитесь За Обижающих Вас Ударившему Тебя по щеке Подставь И другую И отнимающему Тебя верхнюю одежду Не препятствуй Взять И рубашку Всякому Просящему Тебя Давай И от взявшего Твое Не требуй Назад Если Как Простите И как Хотите Чтобы с вами Поступали люди Так и вы Поступайте С ними Если Любите Любящих Вас Какая Вам За то Благодарность Ибо и грешники Любящих Их Любят Если Делаете Добро Тем Которые Вам Делают Добро Какая Вам За то Благодарность Ибо Грешники Тоже Делают Если Взаймы Даете Тем От Которых Надеетесь Получить Обратно Какая Вам зато благодарность ибо и грешники дают взаимы грешника чтобы получить обратно столько же но вы любите врагов ваших и благотворите и взаймы давайте не ожидая ничего и будет вам награда великая и будете сынами всевышнего ибо он благ и к неблагодарным и злым и так будьте милосердны как и отец ваш милосердно о чем говорится в этих стихах если подытожить их кратко говорится о том что мы дети отца небесного и ученики мессии еще должны любить делать добро не только тем кто сможет нам отплатить любовью и добром этим никого не удивишь так живет большинство людей но и тем кто не сможет отплатить ничем или даже отплатит ненавистью и злом то есть наших поступках мы должны быть движимы не корыстным расчетом а бескорыстной любовью о том же самом говорит ешуа сидя в гостях у одного фарисея мы читаем об этом евангелие от луки 14 главе 12 стих сказал же и позвавшему его когда делаешь обед или ужин не призови друзей твоих ни братьев твоих ни родственников твоих ни соседей богатых чтобы и они тебя чтобы они тебя когда они позвали и не получил ты воздаяние но когда делаешь пир зови нищих у вечных хромых слепых и блажен будешь что они не могут воздать тебе говорит здесь ешуа ни завтра ни послезавтра однако тебе воздастся когда воскресенье праведных ешуа говорит делай добро но не смыслю баш на баш даш на даш просто делай добро а почему а потому что ты рожден от бога а потому что ты его потому что ты ученик своего учителя вот почему и не по какой-то другой причине а кому делай а всем как вообще всем да всем в том числе тем кто уж точно не воздаст тебе сторицы или потому что не сможет как нищие или потому что не захочет как преследующий тебя и шоучит живи щедро потому что ты дитя щедрого отца давать говорит он блажение нежели принимать если ты хочешь блаженство то есть благословение а если ты точнее хочешь самого большого благословения то открой свои глаза на возможности давать вот твое благословение что давать все время внимание любовь деньги все остальное что бог тебе дал что ты можешь предложить но я же не могу давать бесконечно говорим мы в ответ на это да конечно у каждого из нас ресурсы ограничены но если для нас с вами даяние станет главной целью то самый главный и самый щедрый даятель которому все принадлежит позаботиться о том чтобы нам с вами всегда было что дать и однажды воскресенье праведных он сам воздаст нам с вами то еще так что мы удивимся щедрости его воздаяния нам осталось разобраться в последнем вопросе касающимся даяния последнем по порядку но не по значению сколько давать об этом в следующей программе оставайтесь с нами спасибо спасибо за просмотр!